Я с одной стороны рад вас видеть, всех кто пришел сюда, с другой стороны, это уже второй, к сожалению, согласованный митинг против повышения тарифов ЖКХ Новосибирской области. Почему, к сожалению, второй? Потому что на первом мы все здесь собравшиеся подписали коллективное обращение к губернатору Травникову. Он ответил на него, но ответил очень формально, на наше требование снизить тарифы до допустимого уровня, которые позволят всем нам платить по счетам и оставаться при этом хорошим, каким-то достатком и жить спокойно и счастливо. Он нам ответил, извините, ребята, я подписал этот тариф, потому что я мог. Я мог и я сделал. Вот что ответил Андрей Травников на наше письмо. Поэтому, как и обещали, в прошлый раз, если реакции по снижению тарифов не будет, мы соберемся снова и мы собрались. Я рад вас видеть, но, к сожалению, нам пришлось собраться еще. Если нужно будет, я считаю, мы можем собраться и третий раз, и четвертый раз, и пятый раз. В прошлый раз, в 2017 году, губернатору Городецкого потребовалось 6 митингов, прежде чем он изменил свое решение. Он тоже говорил, все расчеты по тарифам обоснованы. Решение я принял, потому что я мог, говорил губернатор Городецкий, но в итоге, после 6 митинга, он отменил повышение тарифов ЖКХ. Я был на них, на всех, с самого первого на речном вокзале до последнего на площади Ленина. И я скажу точно, как Городецкий, так и Травников может изменить свое решение. Это зависит от нас. От нас зависит то, что будет происходить в нашем городе, в нашей области. От нашего упорства, от нашей постоянной поддержки друг друга, нас с вами, зависит то, что будет дальше. Я хотел бы объявить, что в этот раз мы тоже собираем подписи. Слева и справа стоят столики, за которыми сидят мои помощники. Вы можете оставить там подпись под письмом к генеральному прокурору Российской Федерации. Это официальная коллективная жалоба господину генеральному прокурору. Если здесь, в Новосибирской области, мы не можем найти ответа. Я писал в декабре еще прокурору Новосибирской области, он сказал, я не хочу вмешиваться. Тогда давайте напишем генеральному прокурору господину Краснову. Он несколько раз приезжал сюда. Он один раз даже удовлетворил мою жалобу за капремон. Я знаю, если захочет, он может смешаться. И мы можем его заставить. Слева один столик, справа другой столик. Время митинга он может подойти туда еще некоторое время после. Не торопитесь, времени хватит для всех. Сейчас я хотел бы позвать сюда первого выступающего в нашем митинге, депутата городского совета Светлану Каверзину. Прошу. Добрый день, рада вас тоже всех видеть. Я сегодня хочу свое выступление посвятить математике. Губернатор нам сказал, что вот он сейчас тарифы поднимет, и все, и на этом мы остановимся, и весь год поднимать тарифы не будут, и в 2024 году тоже, наверное, не будут. Но если вы откройте мусорные концессии, которые заключают, заключается регион, в том числе вот сейчас заключая, в апреле месяце будет заключаться концессия на мусорный полигон в Болотном, вы увидите, что цена размещения мусора на полигонах, вот в Болотном, в Вертуле, в Проздольном, она будет в четыре раза выше, чем сейчас. Это то, что гарантирует наш губернатор, концессионеру, что цена размещения вместо 500 рублей, которая есть сейчас, будет порядка двух тысяч. В четыре раза больше. Мы гарантированно должны будем оплатить эти деньги концессионерам. К чему это может привести для нас? Сейчас оборот мусорного рекоператора порядка трех миллиардов рублей. Дополнительно, по концессиям, дополнительно, будем оплачивать еще миллиард 49, 490 миллионов. То есть на 49% больше, чем сейчас. Все это приведет к росту тарифа за мусор. Ну, так по моим прикидкам, на 30% тариф за мусор будет повышен. И вот когда губернатор говорит, что мы сейчас повысили тарифы, и больше ничего делать не будем, он ссылается на то, что, ребят, ну вот мы тут повысили, а за мусор мы же понизили в прошлых годах, умалчивая о том, что сейчас по этим новым концессиям тарифы за мусор нам снова повысят. В связи с этим я хочу вас призвать, давайте вот мы уже не успели остановить ту концессию, которая у нас заключена поверх Туле и в Раздольном. Но концессия в Болотном еще не заключена. Давайте мы тоже немножко так обратимся к губернатору, что остановить данный беспредел, вернуться к тем расценкам, которые есть как минимум сейчас, 500 рублей за тонну мусора размещения, вместо 2000, которые губернатор предлагает, и все-таки как-то затормозить тот рост тарифов за вылаз мусора, который может случиться. Это первое. И второе. Я все-таки настаиваю на том, что пока наша страна находится в тех условиях, которые не мы в Новосибирске ее поставили, рост тарифов не должно быть вообще. Рост тарифов должен быть равен нулю, не больше. Мы и так выживаем, вот просто выживаем. Малый и средний бизнес просто сейчас работает на силе воли, наверное. Очень у многих прибыль уходит в ноль и даже ниже. Убыточное предприятие становится. Любое повышение тарифов на коммунальные услуги будет приводить к тому, что малый бизнес будет закрываться, а значит мы не будем получать налоги в бюджет области и города. Поэтому я считаю, что не только не повышать мы не должны, но мы должны просто, ну вот, не только меньше просить повысить тарифы, а просто заморозить тарифы, какие есть. Рост тарифов должен быть нулевый. По крайней мере, до того момента, пока не решится ситуация на международной арене. Вот такое мое мнение. Спасибо. Спасибо, Светлана. То есть вы услышали. Нам обещали не поднимать вообще тарифы в 2023 году. Вот это повышение, которое мы оспариваем, это второе повышение 2022 года. И взамен губернатор лично обещал, мы не тронем тарифы в 2023 году ни разу. А теперь уже рассматривается ситуация, про которой тариф нового спустера опять может быть изменен в сторону повышения. Почему так происходит? Я скажу, потому что они считают, что могут решать все самостоятельно. И не спрашивают вообще ни у кого. У них вся власть, а у нас, как они считают, власти нет. Я читал одну книжку, многие ее читали. Я даже штраф получил за чтение этой книги в 2016 году. Мы вспоминали со Светланой. Называется Конституция Российской Федерации. Там сказано, что является источником власти народ Российской Федерации, который уже полномачивает своей властью через выборы всех этих губернаторов, чиновникам, депутатам, президентам Российской Федерации. Полномачивает на власть народ. А не их какие-то там нефтедоллары, не их тарифные рубли. Нет. Не они дают вам власть, а люди. И я советую к людям прислушиваться. Как минимум прислушиваться. Потому что если они собираются все вместе, и говорят долго, и говорят успешно, говорят настойчиво и требуют от власти, тогда уже не стоит им прислушиваться. И они уже тогда слушают. Тогда нужно бежать и выполнять то, что они требуют. Я бы хотел пригласить на сцену Сергея Крупенько. Вторым выступающим сегодня на митинге. Добрый день, уважаемые новосибирцы, а также гости нашего утопающего в грязи и в лужах города несчастного, возглавляемого красным мэром Анатолием Локтем, за которым смотрит синий губернатор Андрей Травников. Я представляю ресурс «Красный поворот» и выступал на прошлом митинге 4 февраля. И как можно судить из выступления депутата горсовета Антона Картавина, региональные власти практически игнорируют мнение новосибирцев, которые 4 февраля обратились к губернатору, чтобы он исполнил закон, постановление правительства и повышал тарифы на коммунальные услуги не выше определенной нормы. Хотя, конечно, эта норма нас не устраивает. Но это неудивительно, потому что, даже учитывая небольшую численность того и этого митинга, понятно, что власть в нынешних условиях готова плевать на мнение жителей, потому что у нее другие проблемы, она сегодня спасает сама себя. Они, люди, которые 30, ну как минимум 23 года, грабят, высасывают из нашей страны недра, соки, саму кровь, самих людей, которые сегодня тысячами и десятками тысяч уходят в известное место из этой жизни. Удивительно другое, что еще в нашей стране и в нашем городе, даже среди здесь присутствующих, много людей, которые ожидают от этой власти человеческого отношения. И это странно. Особенно для новосибирцев, которые, как я уже сказал, видят, что представляют из себя третий город в стране. По улицам пройти, это же стыд и позор. Грязь, песок, смытый весенним палоком асфальт, за который заплачено из бюджета неоднократно. Убитые тротуары, они убиты были плиткой городецкого, а сейчас и сама плитка городецкого уничтожается по понятным причинам. А кто-то на этом заработал. Поэтому эти люди даже не могут выполнить те решения и задания, которые сегодня связаны с сохранением их жизни. Но последняя история. Наш легендарный завод Сепсельмаш, который, как всем известно хорошо, в годы Великой Отечественной войны выпускал, выпустил каждый третий снаряд, который уничтожал фашистскую гадин. Казалось бы, сегодня этой власти такие заводы нужны, но хотя бы для того, чтобы поддержать какой-то их так называемый патриотический имидж, что они о России, матушке, заботятся. Но что мы видим? Еще в прошлом году, в августе, глава, председатель Совета ветеранов завода Сепсельмаш Рахвалов трубил через средства массовой информации остановить уничтожение завода. Что прошло полгода, что мы видим? Завод продан под коммерческую, жилищную и прочую офисную застройку. И сейчас губернатор Травников имитирует озабоченность вместе со своими чиновниками. Ах, там якобы должны быть сохранены мобилизационные мощности. Ну слушайте, это что, агенты ГУСДЕПа его уничтожили? Этот легендарный наш завод, где работало 20 тысяч человек в советские времена. Или те люди его уничтожили, которые вынуждены были покинуть Россию в последний год? Да нет! Имена и фамилии все известны. Все чиновники последние годы, которые отвечают за промышленность в регионе, сидят все там же, на Красном 18. Господин Семка, господин Кончаров, которые крышуют сегодня, по сути, уничтожение остатков советской промышленности. Легендарных заводов. Тяж, стал как Гитропресс, и стильмаз подраспил, пошел. Под металлолом. Просто уничтожен, вывезен. Эти люди нам рассказывают, что мы должны сегодня сплотиться вокруг этих людей. Вокруг кого сплачиваться? Вокруг министра, сиклым голосом Дениса Мантурова, что ли, который 10 лет отвечает за промышленность в России. 10 лет этот анти-министр антипромышленности, начинавшись с торговли советскими вертолетами. Человек, который известен тем, что он в 21-м году официально заработал 700 миллионов рублей в 2 миллиона в день. Заработал. И этого человека вновь назначают в этот, как бы, кризисный период уже в статусе вице-премьера. А кто отвечает у нас за здравоохранение в социальную сферу? Мадам Арбидол. Госпожа Горикова, которая десятки лет оптимизировала, по факту, уничтожала российскую медицину и здравоохранение. Вокруг этих людей, что ли, сплачиваться сегодня? Внешне, да, Россия еще, вроде бы, представляет себя какое-то мощное государство. Мы понимаем, что внешний облик обманщик. Изнутри он просто источен ржой коррупции, стяжательства, местничества. Все эти люди создали свои семейные кланы за 30 лет последних и продолжают высасывать. Раньше они гнали по дешевке газ своим уважаемым западным партнерам в Германию, а сейчас они будут этот же газ гнать. Куда? Нашему уважаемому восточному партнеру. А без газа провинция российская сегодня деградирует и умирает. И люди оттуда бегут в города, выселяются в этих человейниках, которые строят сегодня строительный бизнес, который уже давно стал строительной мафией, которая наполнила своими агентами и засландцами все наши законодательные представительные органы власти. Поэтому, уважаемые товарищи, сегодняшняя правящая политическая верхушка и экономическая это, по сути, похоронная команда той России, которую мы наблюдаем сейчас. Это ликвидационная комиссия нашей России, матушки. Поэтому этим людям доверять, верить, обращаться к ним с просьбами, но это наивно и даже где-то глупо. Поэтому только самоорганизация. Сегодня мы наблюдали два события в последние дни, которые, наверное, для нас имеют значение. Акция забастовка работников компании Валдберрис. Посмотрите, казалось бы, небольшая, даже где-то игрушечная забастовка небольшого количества работников, но в Сибирске они, по-моему, не бастовали. Подвидно руководство этой компании одной из богатейших женщин в России пойти на уступки. Маленькая классовая организация этих десятков тысяч людей позволила решить проблему. Маленькую. Отменили штрафы. А наши товарищи во Франции сегодня показывают пример и чудеса социальной и классовой самоорганизации. И президент Макрон уже даже не знает, а что делать. Снимает свои 80-тысячные часы, выступая в эфире. Прячет карман, чтобы не злить Россию. Французский про это яд. Поэтому вот есть плакат здесь. Русский учи французский! Срочно! Один персонаж в 18-м году выступая там на одном форуме сказал вы что хотите как во Франции? Да! Мы хотим как во Франции не в плане костров и булыжников. Мы хотим чтобы как во Франции сотни тысяч а даже лучше миллионы организованных и злых ненавидящих эту правящую кровососущую верхушку граждан России все-таки вышли наконец. Но для этого нужно конечно нам всем немножко организоваться. Поэтому уважаемые горожане товарищи соратники и друзья главное нет тарифного рубежа но это очевидно нет власти которая грабит и до нашей организации и до нашим солидарным действиям за лучшую в интересах большинства страны граждан России Венцарелос мы победим спасибо я хотел бы сказать еще что по прошлым митингам я писал письма всем действующим депутатам заказов собрания города Новосибирска я звал их приходите я писал всем официальным политическим партиям представленным городском областном уровне я звал их приходите как видите они не пришли в тот раз и насколько я вижу не особо пришли и в этот раз тоже я не знаю говорят могут оппозиционный мэр нет да не разу вообще не разу может быть хотя бы раз вообще не разу не разу ну ладно может быть он придет на третий я позову его может быть придет и скажет я дам ему слово пожалуйста Анатолий Евгеньевич приходите и выскажите это не вы повышаете тарифы а губернатор Городецкий извиняюсь Травников да написано вот не забудь Травников Новогородецкий я постоянно их купю потому что они ведутся одинаково но Городец хотя бы был Новосибирск но этот не знаю сколько он же продержится в городе Новосибирске может быть все последний срок сидит может поэтому повышает тарифы и хочет видимо понять еще раз в этом году я хотел пригласить на сцену общественника Юрия Зимина представителя комитета пенсионеров за достойную жизнь спасибо за встречу начинаем уважаемые горожане города Новосибирска земляки-сибиряки олигархи монополисты не могут нажраться и подавиться народными деньгами эти последующие чубайца функционируют из пожизненной формули из грязи в князи кто они были в советское время а в 90-е дорвались за дармовщинки и душат нас тарифами ЖКХ все что нажито народом непосильным трудом за долгие послевоенные годы все это приватизировано аферистами-олигархами все это было захвачено великой ваучерной аферой 20-го века у монополистов-капиталистов не существует ничего святого ни совести ни справедливости ни правды ни тем более обязанностей перед народом чиновники им потакают и пытаются подлежаться и убаюкать народ и на сегодня Новосибирск находится в зоне альтернативной котельной но как хрен тарифу не называй слаще не будет за все платили и платят горожане нужно срочно остановить огромную жадную ненасытную машину капитализма остановить в городе Новосибирске вакханалию жадности и алочности монополистов чиновники должны для народа для людей не просто работать а крутиться как коржики на карандаше чтоб народ не задушили до смерти тарифами ЖКХ сегодня юридически высшее должностное лицо субъекта федерации имеет полное право на благоразумие и справедливые решения приостановить и снизить рост тарифов ЖКХ товарищ губернатор ежи с ним услышьте нас народ да 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 в городе есть намоленные места в Зайцовском районе это Тимирязевский сквер и здесь присутствует общественная организация защитники сквера Тимирязевский давайте поприветствуем этих отважных и мужественных людей вот они передо мной с единственным уникальным транспарантом сегодня можно фотографироваться с этими смелыми людьми бесплатно на прошлом митинге журналисты попросили принести обращение к президенту по тарифам ЖКХ и ответы федеральной антимонопольной службы я принес подходите ко мне ознакомляйтесь друзья до следующих встреч заместитель председателя комитета пенсионеров за достойную жизнь Зимин Юрий Анатольевич спасибо до свидания до нового митинга у нас сегодня митинг на фоне кремля вон звезды горят привет сейчас сейчас я бы тоже хотел поглотить на сцену необычного персонажа для наших митингов в последнее время вы помните может быть здесь были люди которые в 17 году приходили на митинг против повышения тарифов ЖКХ здесь есть такие люди очень рад ну может быть тогда как в начале это и плохо что приходится снова собираться на такие митинги я хотел бы сейчас поговорить с человеком который был одним из организаторов этих митингов я хотел бы позвать на сцену нашего митинга депутата городского совета Сергея Бойко можно мне его послушать привет Сергей ты слышишь меня отлично я сейчас включаю громкую связь и ты можешь обратиться к собравшимся на митинге так слышно меня уже да слышно ближе ближе привет друзья полтора года назад я встал перед выбором остаться в загнивающей бездуховной Европе или провести 10 лет в колонии но дома на родине выбор так себе но по крайней мере с вами по телефону хотя бы могу поговорить за эти полтора года я узнал много нового о чем нам не рассказывают по телевизору например что тарифы могут снижаться буквально снижаться когда газ и мазут дешевеют жители начинают платить намного меньше потому что генерирующая компания купила энергоносители намного дешевле а в Новосибирске напомните за 23 года правления Путина хоть раз не снижались тарифы нет а вот еще секрет расскажу когда газ и мазут дорожают и коммунальная ноша становится непосильной ее можно субсидировать государство помогает своим жителям и компенсирует большую часть коммуналки потому что дети даже в самых бедных семьях имеют безусловное право на тепло свет и чистую воду в России же и в Новосибирске в частности коммунальные платежи не имеют никакого отношения к жизни ни к энергоносителям ни к трубам ни к другой инфраструктуре это видно потому что даже выжившие жители взорвавшегося и рухнувшего дома на линейной продолжают платить за его капремонт потому что суммы за воду и отопление в наших платежках все больше но сколько ни плати трубы никто не меняет и количество аварий продолжает расти потому что это не тарифы это дань дань на которую Мельникенко владелец тепловой компании купит себе третью самую большую в мире яхту а травников в очередной раз отремонтирует мраморное крыльцо на своей даче вы тоже поймите это же не просто крыльцо а очень важное крыльцо на очень важной даче кому-то дворец кому-то крыльцо ради такого можно и всем городом затянуть пояса готовы еще затянуть я не могу призывать к чему-то но к сожалению нет сегодня другого пути добиться нормальных условий кроме как выходить выходить столько сколько нужно не вижу сейчас что у вас на плакатах написано барин пощадим очень отплатить или вы требуете от путина засунуть своего петрушку травникова туда откуда он вылез но это очень важно что вы вышли важно добиваться от власти к себе уважения и человеческого отношения а не чтобы стригли как баранов перед боями спасибо спасибо сергей очень рад был тебя услышать я хотел бы сказать что этот митинг да и предыдущие да и вообще все наши митинги кроме которых я участвовал как-то никогда не состоялись без волонтеров которые привлекали внимание к тем событиям что происходит у нас в городе и в области я хотел бы сейчас позвать на сцену одного из этих волонтеров евгения реполова он вчера стоял в пикете на площади ленина мы выкладывали фотку с ним с его плакатом может быть кто-то видел ее даже евгению всех приветствую меня зовут евгений фамилия моя реполов кто-то меня знает кто-то меня уже забыл кто-то еще меня не видел начну с такого мы увидели скриншот где учителям отправили разнарядку для профилактической беседы с учениками на классном часе о вероятных последствиях участия в данном митинге и предупреждением что якобы мы или некоторые навальнинцы как выразились собираемся устроить с помощью молодежи беспорядки вот у меня теперь такой вопрос здесь есть учителя да здесь присутствуют учителя я очень рад потому что этот митинг за правильное здравое дело и я хочу обратиться к тем учителям которые здесь не присутствуют либо те кто исполняли эту разнарядку выданную свыше можно сколько угодно заключать сделок совестью но совесть у вас одна в ваших руках судьбы юных поколений которые вы воспитываете если эти поколения не хотят чтобы их родители платили необоснованные высокие тарифы по коммуналке а хотели бы чтобы родители смогли им обеспечить в будущем хорошее образование не надо проводить с ними профилактических бесед и вводить в заблуждение что якобы мы здесь пытаемся устроить какие-то провокации мы пытаемся доказать людям что мы действительно правы и мы просим от власти отчитаться по какой причине она повышает эти тарифы дальше я хочу призвать каждого из вас и каждого из тех кто увидит этот митинг после из новостей я хочу призвать всех гордости потому что эта власть почему-то решила что мы ее холопы и мы должны ей служить но это не так власть должна служить нам потому что мы граждане которые образуют это государство но как мы видим по тенденции расходы на военно-промышленный комплекс растут люди берут кредиты для того чтобы купить обмундирование соответственно кормушка гражданская сокращается по всей видимости пришла пора увеличить и усилить на доис население но мы не дольные коровы я думаю здесь каждый это понимает и осознает поэтому я призываю каждого из вас и каждого кто увидит и услышит об этом митинге к революции гордости внутри себя чтобы обрести силы отстоять правду чувство собственного достоинства и гордость на их стороне ложь и жадность на нашей стороне гордость гордость победит зло я уверен в нашей победе здесь не только учителя я думаю здесь много людей разных профессий сейчас я бы хотел пригласить на сцену человека по которой заявки к которому мы собрались мы создали 10 заявок в центре города из них ни одна не была одобрена их привезли 10 разных мест одну пирамайский район возможно мэр локоть путает пирамайский сквер или пирамайский район я не знаю мне кажется там редко бывает городецкий был старомайского района я знаю он бы не перепутал а локоть может быть спутал или может быть спутал губернатор травников вы правда считаете что локоть самый в шайе где нам собраться одно из мест было прямо напротив резиденции губернатора не та которая на даче а та где он работает краспроспект 18 там нам тоже почему-то не разрешили я бы хотел позвать сюда евгения александрова организатора этого митинга который нас всех собрал я очень большое выражаю уважение под человеком гонялись полицейские прокуроры и все прочее он пришел сюда не спугался евгений спасибо спасибо всем присутствующим спасибо что вы уделили время и решили подумать о том почему же мы платим такое количество денег а получаем такое низкое качество услуг не раз не один раз уже повышались тарифы по ЖКХ только в этом году я боюсь представить что нас ждет если мы не скажем нет этим тарифным грабежам понимаете сейчас они подняли два раза потом 4 потом 16 а кто знает геометрическую прогрессию может понять что в тысячу раз можно поднять тарифы миллион раз можно поднять тарифы если мы не говорим нет давить будут и не будут останавливаться что я хочу сказать спасибо перед тем как провести этот митинг действительно было очень сложно найти место я не понимаю нам мэрия знаете что ответила она сказала 25 марта во всех этих десяти площадках уже собираются проводить мероприятия прямо в то же время и в том же месте скажите пожалуйста вы слышали о каких нибудь мероприятиях на сегодня которые проводятся по всему городу я тоже не слышал что еще хочу сказать перед тем как начался этот митинг мне как организатору пришло штук пять различных предупреждений и указаний как я должен себя вести а как я вести себя не должен прокуратура районная прокуратура городская Росгвардия МВД мне кажется только ФСБ и налоговая не пришла в тот момент когда свобода слова находится под таким давлением в тот момент когда у граждан физически становится меньше денег поднимают тарифы вы считаете это справедливо спасибо друзья что пришли я надеюсь если прямо прямо после этого митинга если до губернатора не дойдет что надо уважать людей что мы тогда увидимся с вами еще раз мне бы не хотелось спасибо спасибо будем стараться ну что друзья я очень рад видеть такое большое количество людей на нашем митинге и я бы хотел сказать очень важно понять что кроме нас у нас никого нет опираться на государство это бессмысленно и беспощадно государству доверять нельзя и я вас призываю государству не доверять полагаться на себя и спрашивать с них почему мы столько платим и заставлять их прислушиваться спасибо спасибо Евгений я уверен что о Евгении мы еще услышим возможно он будет депутат следующего созыва городского совета я перед этим митингом проводил опрос в канале Калинис на Себе-2020 телеграм-канале был вышел опрос о том сколько мы платим за ЖКХ уже вот сейчас по последним тарифам самый маленький вариант был меньше двух с половиной тысяч потом две с половиной тысячи пять тысяч пять тысяч семь с половиной тысячи уже выше там семи с половиной и я был уверен у меня было такое внутреннее убеждение что у нас средний чек уже вышел за пять тысяч рублей это как психологическая отметка о это уже пять тысяч это самая большая купюра знаете может уже пора побольше купюра выпускать и мое убеждение меня не обмануло ровно половина наших читателей сказала что они платят уже больше пяти тысяч рублей ну и половина сказала соответственно что меньше и я лично плачу уже больше восьми тысяч а если такими темпами будут продолжать повышать тарифы ну окей это уже выйдет за десятку сколько еще надо платить вы готовы платить еще сколько человек готов платить десять тысяч рублей поднимите ваши руки есть такие тут люди ни одного человека здесь нет габиратуральника подумайте больше десятки не надо а может быть надо еще меньше сколько надо видите мы за справедливость так или иначе да какие-то цены за тарифы обоснованы да какие-то тарифы обоснованы это стоит денег я понимаю содержать коммунальную инфраструктуру да это так трубы надо менять надо прокладывать новые электрокабеля у меня на округе два раза за последнюю неделю ломался светофор там люди перекрыли часть тротуара перерыли кабель электрический меняют его ну очевидно в плохом состоянии очевидно в плохом состоянии яхты наших олигархов они ржавеют сейчас некоторые даже выгоняют из портов их содержание очевидно им тоже надо помочь и губернатор Травников первый бежит им на помощь я считаю если сейчас генпрокуратура не примет наше обращение или примет его формально следующий митинг надо уже проводить действительно за отстатку губернатора Травникова я хотел бы еще напомнить что в этом году выборы губернатора которые возможно губернатор Травникова будет перезабираться и пытаться это сделать давайте не забудем это до сентября то что происходит сейчас я бы очень не хотел забыть я каждый день просыпаюсь и думаю что бы мне не забыть аааа не забыть о губернаторе Травникова стараюсь честно стараюсь помимо тем про тарифы ЖКХ я бы еще хотел поговорить о другой немножко теме может быть немного смешная история мы тоже ей занимались депутат Камерзин обращалась к комиссии по культуре о поднятии тоже цен тоже можно сказать тарифов нашим городским художникам им пришло письмо такое в прошлом месяце о том что им повышают плату за содержание в 10 раз ну культура это понятно занятия прибыльные там аукционы дорогие картины уходят видимо национальности сибирских художников очень бескресчен так тоже думаю в соответствующих структурах пока вроде как как-то договорились и Лок отлично выступал о том что не позволим прогнать наших художников чтобы понимали все их мастерские все являются муниципальными все содержатся за счет городских служб и все они хотят поднять стоимость в 10 раз сейчас насколько я знаю здесь есть представитель от художников приглашаю подняться его на сцену и выступить по этому поводу спасибо Антон это мой плакат меня зовут Саша Зайцева я поэт сегодня день работника культуры я выхожу за своих друзей это художники все мы и не только мы и в частности власти любят говорить о величии русской культуры и в частности русского искусства я вам должна сказать что я бесконечный 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 фанат русского искусства кто любит со мной русское искусство да я считаю ничего в мире ну и правда ребят ничего в мире я так не люблю как русское искусство но есть одна ирония так получается что именно в Новосибирске русское искусство пытаются отменить да то есть это Это странная такая коллизия, да, то есть отмена русской культуры в Новосибирске. Эта ситуация с повышением тарифа для мастерских художников в 10 раз, я подчеркиваю, в 10 раз одномоментно, она жестока и бесчеловечна. Чтобы вы понимали, что такое мастерская художника, это все равно, что лаборатория у физика. Физик не платит за лабораторию, и очевидно, что физик не может проводить свои опыты у себя в доме по прописке в однокомнатной хрущевке, да. То же самое, например, библиотекарь, он не платит за аренду книгохранилищ. Когда вы приходите в библиотеку, библиотекарь не бежит к себе домой, не берет там книжку и несет вам. Он идет в книгохранилище, то есть книгохранилище бесплатно для библиотекарей. А лаборатории бесплатны для физиков. Так вот, мастерские художников, в которых художники работают, в которых художники занимаются с нашими детьми, в которых художники создают картины, которые вы потом можете прийти и посмотреть. Вот, кстати, сейчас арт-центр «Красный» проводит классную выставку к 90-летию Союза художников. Вход на эту выставку 100 рублей. 100 рублей — это доступно всем. Знаете, сколько художники получают от этих 100 рублей? Ничего. Художники бесплатно дают свои картины за то, чтобы вы могли прийти их посмотреть, заплатив посильную сумму. И ваш день станет куда более осмысленным и чудесным. Если повышение тарифов произойдет, мы сможем водить наших детей только в супермаркеты и говорить детям, смотрите, какое чудесное русское искусство. Это, допустим, упаковка от гречки. Вот это будет только нашим русским искусством. Так вот, я надеюсь, что локоть сдержит свое обещание, потому что во всех соседних городах — в Омске, в Томске, в Кемерове, в Иркутске, в Красноярске — нет таких проблем. Сейчас, тем не менее, мы стоим на достаточно страшном распутье. Достаточно вам сказать, что заслуженный художник России, скульптор Александр Крутиков, автор скульптуры «Авиаторы» в аэропорту Толмачево, которую вы все, наверное, видели, эта скульптура посвящена героям-летчикам Великой Отечественной войны. Его мастерская сегодня стоит 27 тысяч рублей в месяц для него. Его пенсия по старости меньше 15 тысяч. То есть человек, заслуженный работник искусства, должен платить уже в два раза больше, чем его пенсия просто за место работы. А по новым тарифам он, как считают власти, должен платить уже 300 тысяч рублей. Получается, что все искусство должно оказаться на помойке. Я благодарна мэру за то, что он, тем не менее, обратил внимание на эту проблему, но пока не подписан никакой документ, который оставляет художникам право на жизнь и право на работу. Я надеюсь, что эта проблема станет видимой. В сети есть петиция на change.org, которая называется «Спасите новосибирских художников». Подпишите ее, пожалуйста, держитесь в курсе новостей и обязательно ходите на все выставки, потому что в Новосибирске действительно прекрасные художники. Всем пока! Всех с Днем Культуры, Днем Работника Культуры! После прошлого митинга я всегда с большим удовольствием читаю пропагандистов. Мне нравится их работа, она очень смешная. В прошлый раз я видел несколько статей с ней, которые было описано, что на митинге на улице Аэропорт не пришел никто и меньше 100 человек, а может быть даже меньше 50 человек пришло. Я тогда сделал определенную ошибку, мы тогда тоже собирали подписи, и я не попросил подсчитать их сразу. То есть тогда мы собрали их 300, для тех, кто умеет считать до 300, это больше, чем 100. Привет, привет, господа пропагандисты, которые работают на губернаторах Равникова. Прямо сейчас вы можете оставить свои подписи под письмом в Генпрокуратуру. Это коллективная жалоба. И если вы это еще не сделали, сделайте. Я вот только что прошел, и я уверен, что не все еще оставят подписи. Я сам еще не оставил. Там сейчас 168 подписей, поэтому все господа, считающиеся СМИ, на митинг пришло более 100 человек. Я очень рад, что вы пришли, и я, к сожалению, думаю, что, возможно, придется собраться еще. Следите за новостями настоящих городских СМИ. Смотрите, да, кто сколько написал по количеству участников это все. Подписывайте прямо сейчас коллективную жалобу с требованием Генпрокурора Российской Федерации Краснова. Расследовать то, что происходит в Новосибирске. Проявиться метод надзора по делу. Иногда это получается, иногда звезды сходятся. Я вчера смотрел, вчера было интересное явление. Венера была на фоне Луны. Возможно, это знак. Господин Краснов. Возможно, это знак. И если он не ответит, скажите, вы придете еще раз? Да! Да? Я не очень хорошо слышал, честно. Спасибо вам! Спасибо всем, кто пришел сегодня! Я услышал вас, и я надеюсь, Генеральный прокурор тоже услышит. И я точно знаю, что слышит господин Травников. Он боится видеть нас с этой. Но слышать нас он слышит. До встречи! Спасибо! 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 Продолжение следует...